Меня зовут Рик Реннер. Я нахожусь в Парке Победы в Москве. Это прекрасный огромный парк. Он был создан в память о Второй мировой войне. Российское правительство хотело, чтобы люди помнили, какую трагедию несет война, и чтобы война больше никогда не повторилась. Сейчас я нахожусь в воссозданном окопе, аналогичном тем, что были проложены на подступах к Москве. Такие укрепления считались частью первой и самой важной линии защиты столицы от фашистских войск. В годы войны каждая пара рук имела значение. Поэтому в этих траншеях находились пожилые женщины, дети, мужья, жены. Каждый, кто мог держать в руках оружие или лопату, были здесь, чтобы защищать Москву. Они сдерживали натиск врага. Защитники понимали, чтобы выжить, им нужно действовать сообща, сражаясь с силами врага. И все они были в окопах, подобных этому, держа оборону. Подобным образом, если вы не хотите, чтобы дьявол нашел способ прорваться в вашу жизнь, чтобы он не навредил вашей семье, не воровал ваши финансы, не уничтожал ваш брак, не разрушал ваше здоровье, вам, подобно защитникам Москвы, нужно объединиться в своем сопротивлении врагу. Вам нужно разработать грамотную стратегию. Нельзя уповать на волю случая и надеяться, что никто на вас не нападет. Важно тщательно спланировать, организовать свое сопротивление врагу. Ваша задача – таким образом строить свою жизнь и управлять своими делами, чтобы дьявол никогда не смог до вас добраться. Вы спросите, как это сделать? Именно об этом я хочу поговорить с вами сегодня. Как выстроить свою жизнь так, чтобы дьявол не смог причинить вам вред или вмешаться в ваши дела? Добро пожаловать на сегодняшнюю программу с Риком Реннером. У пастора Рика есть для вас послание, которое вдохновит вас, укрепит и снарядит важными знаниями и глубоким пониманием Божьего Слова. Я рад нашей новой встрече и возможности продолжить изучение темы «Как построить оборонительную стену, чтобы не впустить дьявола в свою жизнь». Во вступительной части я показал вам траншею, воссозданную в Парке Победы в Москве. Этот парк был создан, чтобы увековечить память для жителей столицы о том, через что пришлось пройти, чтобы не допустить взятия города фашистами. Когда фашистские войска наступали на Москву, ее жители не сидели дома, думая, что им делать, когда ворвутся захватчики. Они приняли решение, что не отдадут свой город нацистам. Москвичи прокопали траншеи, возвели оборонительные укрепления, чтобы любой ценой не позволить оккупантам захватить Москву. Они не уповали на удачу, они следовали плану по организации сопротивления, чтобы не допустить взятия города. Это именно то, о чем говорится в 1 Петра 5,8, где сказано «трезвитесь, бодрствуйте». Слово «бодрствовать», греческое слово «Григорию» означает «быть настороже», «быть бдительным», «построить преграду», «чтобы защититься», «делать все необходимое со своей стороны», «чтобы ни за что не впустить врага, даже если он пытается напасть». Вот то, о чем нам говорит Петр. И сейчас мы подробно рассмотрим наставление апостола. Но прежде я хочу напомнить о цикле аудиопроповедей «Как не впустить дьявола в свою жизнь». Он основан на учении данных программ. С этим циклом доступно замечательное пособие. В нем представлены греческие слова, их определение, значение и каждый принцип, о котором мы говорим в этих передачах. Скачайте бесплатно. Для вас это будет полезно. Вы можете изучать этот материал самостоятельно или в группе. Этот материал поможет вам научиться применять духовное оружие для победы над врагом. Данный цикл насыщен полезным учением, откровениями о том, кто такой дьявол и что такое духовное оружие. Вы можете скачать этот материал бесплатно на сайте ignc.org, и он изменит вашу жизнь. Сегодня мы продолжим разбор ключевого стиха 1 Петра 5.8, который мы уже начали читать. Давайте вернемся. 1 Петра 5.8 «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник, ваш дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить». Обратите внимание на место имения «кого» во фразе «ища, кого поглотить». Здесь мы видим следующий подтекст. Он не может поглотить всех, поэтому ему приходится искать. Дьявол, подобно льву, выискивает добычу. Лев не нападает на все стадо. А на кого нападает лев? На кого нападает хищник? На того, кто отбился от стада. На того, кто отошел в сторону. Кто слаб. Возможно, болен. Словом, хищнику нужен тот, кто станет легкой добычей. Так же и дьявол высматривает верующих, которые утратили общение с другими христианами, оказались в одиночестве, ослабли в вере, духовно больны. На них проще напасть и поглотить. И очень не хочется, чтобы вы стали жертвой. Вот почему в 1 Петра 5.9 говорится, послушайте внимательно. «Противостойте ему твердую верою». Слово «противостоять», греческое слово «антистами» означает «сопротивляться», организованно выступать против чего-либо. Это не просто спонтанная реакция, а спланированное действие. Организованно выступать против чего-либо. Следовать стратегии сопротивления. Оказывать организованное, спланированное сопротивление. Я говорил вначале, что когда враг был на подступах к Москве, жители города не сидели дома и не ждали, а что же будет дальше. Они разработали план, чтобы не позволить нацистам войти в город. Это было организованное, тщательно спланированное сопротивление. Защитники города прокопали траншеи, вырыли окопы, построили оборонительные укрепления. Они сделали все необходимое, чтобы любой ценой не позволить врагу войти в Москву. Именно о таком отношении говорит Петр. Повторю. Сопротивляться, организованно выступать против чего-либо. Следовать стратегии сопротивления. Или оказывать организованное и спланированное сопротивление. Далее он говорит, что противостать нужно твердой верой. Слово «твердый» — греческое слово «стереос», означает «поддерживать что-либо» или «укреплять что-либо». В дословном переводе с греческого, с моим расширенным толкованием 1 Петра 5.9, будет звучать следующим образом. Воспользуйтесь особой стратегией, чтобы противостать врагу. Будьте готовы оказать сопротивление его нападкам. Планируйте свое противостояние. Вы должны сделать все возможное, чтобы укрепиться и утвердиться в вере. Есть особая сила и мудрое наставление в этих словах. Нельзя просто сидеть и спокойно ждать развязки. Писание говорит, что мы должны следовать четкой стратегии, чтобы оказать сопротивление возможным нападкам врага и дать ему организованный отпор. Итак, сделайте все, чтобы ваша вера укреплялась. Мы рассматриваем ряд полезных правил, следуя которым, можно укрепить свою веру и дать врагу хорошо спланированный отпор. В прошлой программе мы разобрали первое правило. Каждое утро проводите время в общении с Богом. Если вы пропустили прошлый выпуск, найдите его в архиве передачи. Посмотрите. Вы найдете много полезного для себя. Не стоит недооценивать первое правило. Это не просто совет молиться по утрам. Речь идет о возведении оборонительной стены для защиты разума и эмоций в начале дня, чтобы дьявол не смог найти ни одной лазейки в вашей мысли и чувства. С самого утра враг будет пытаться нанести по вам удар. В Псалме 5.4 сказано, «Господи, рано услышь голос мой, рано предстану пред Тобою и буду ожидать». Давид знал, насколько важно предстать перед Господом в начале дня. Ведь если с утра невзирать на небеса, дьявол обязательно найдет способ заставить человека обратить свой взор на что-нибудь еще. Нужно как можно раньше брать инициативу в свои руки иначе дьявол перехватит ее, постарается взять под контроль остаток дня. Поэтому начинайте утро с укрепления оборонительной стены. Второе правило, которое поможет вам возвести прочную оборонительную стену. Вы готовы? Запишите. Каждый день проводите время, насыщая свой дух из разных источников. То, что я советую вам, я сам делаю каждый день. Уделите этому внимание, не отмахивайтесь. «Ох, целых семь правил, я не смогу выполнять. Семь вещей каждый день сможете». На задачи, о которых я говорю, уйдет совсем немного времени. И эти семь правил можно выполнять легко и быстро. И второе правило играет большую роль. Каждый день проводите время, насыщая свой дух из разных источников. Об этом говорится во втором послании к Тимофею 4.13. Апостол Павел находился в римской тюрьме, где вскоре его должны были обезглавить. И у него была последняя просьба. «Когда пойдешь, принеси книги». Меня это удивляет. Павла ожидает казнь. Ему скоро предстоит встретиться с Иисусом, и там на небесах он будет знать все. Но пока он на земле, и еще не пережил встречу с Иисусом, у него есть время на чтение, есть возможность возрастать. И Павел говорит, «Мне осталось немного времени, и я хочу читать. Мне хочется питать свой дух. Когда придешь, принеси мне книги». Изумительно. Чтение книг насыщает и питает дух. Я прочитаю своих заметок. Люди, которые хотят возрастать, много читают. Тот, кто не развивается, он, как правило, не читает. Чтение занимает важное место в процессе возрастания. Подобно удобрению для растений в саду, чтение полезно для разума и духа человека. Если вы мало читаете, или у вас нет возможности, то слушайте аудиокниги. Их можно даже в машине слушать. Мы живем в Москве. Можно слушать в плеере, в телефоне. Москва — огромный город, в котором каждый день 13 миллионов человек совершают поездки, поэтому движение здесь весьма оживленное. Моему младшему сыну приходится по несколько часов добираться до работы. Чтобы не тратить время впустую, он слушает аудиокниги. Он постоянно рассказывает мне, что много читает. Для него прослушивание аудиокниг — это все равно, что обычное чтение. И когда он приезжает на работу, он уже наполнен верой и духом, потому что он воспользовался возможностью и получил духовную пищу по дороге. Подумайте о том, сколько времени вы тратите понапрасну. Сколько часов вы могли бы провести с пользой, питая свой дух, может быть, в машине, по дороге. И вместо того, чтобы терять драгоценное время, бесконечно слушая новости, питайте свой дух. Это укрепит вашу веру, сделает вас сильнее и уверенней. Вы сможете положительно влиять на собственные мысли. Это позволит вам построить оборонительную стену и поможет мыслить здраво, потому что дьявол не сможет проникнуть в ваш разум и эмоции. Если вы проводите много времени в дороге, в автомобиле, пользуйтесь этим, питайте свой дух. Я сам много слушаю разных проповедников. И когда я приезжаю домой, после воскресного служения, я сажусь в гостиной, включаю компьютер и смотрю служение в церквях по всему миру. Для меня это важно. Мне это нужно. Я хочу питать себя, свой дух. Вкушая Божье Слово, я расту, я развиваюсь, я укрепляюсь. Поэтому я призываю вас следовать второму правилу. Каждый день проводите время, насыщая свой дух из разных источников. Итак, первое правило. Каждое утро проводите время в общении с Богом. Это поможет вам возвести оборонительную стену. Второе правило. Каждый день проводите время, насыщая свой дух из разных источников. И не надо пытаться прочитать какую-нибудь энциклопедию или осилить целую главу сразу. Но питать свой дух нужно постоянно. Это придаёт сил, укрепляет и помогает утвердиться вере. Третье правило. Готовы? Каждый день проводите некоторое время в тишине. Это удивительная, революционная мысль. Ведь некоторые люди не способны успокоиться. Они будто роботы. Находятся в непрестанном движении. Однако очень важно для укрепления веры немного побыть в состоянии покоя, в тишине, чтобы прислушаться к себе и понять, о чём вы хотите поговорить с Богом. Те, кто не способен успокоиться, со временем утрачивают чувствительность Духа. Таких людей легко сбить с толпу. Послушайте, что говорится в книге Притчей 27.19. Я люблю этот стих. «Как в воде лицо к лицу, так сердце человека к человеку». Одна из причин, по которой люди сбиваются с пути и подвергаются атакам, нередко заключается в их чрезмерной занятости. Они перестают слышать себя, не знают, во что верят, чего хотят, что чувствуют. Они просто механически, машинально, словно роботы, проводят свою жизнь и постепенно лишаются радости. Это печально. Люди, потерявшие чувствительность Духа, становятся уязвимыми для атак. Будьте мудрыми. Не вступайте на этот путь. Вам очень нужно время покоя, причём каждый день. Для этого не требуются многие часы, достаточно двух, трёх, возможно пяти минут. Даже кратковременное состояние покоя коренным образом изменит вашу жизнь. Каждому из нас необходимо уметь погружаться в размышления, прислушиваться к себе, к своему сердцу, нащупать связь с собой. Я повторю эту мысль. Каждому из нас необходимо уметь погружаться в размышления и прислушиваться к собственному сердцу, нащупать связь с самим собой. Салом 36,4. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Но если вы не будете проводить время с Господом, если вы не будете прислушиваться к собственному сердцу, то как вы узнаете, каковы ваши желания? Как вы узнаете, во что верить? Если вы механически проживаете свою жизнь, потеряв связь с собой, черствейте душой, потому что слишком заняты мелочами жизни, не слушаете своё сердце, не знаете своих мыслей, потребностей, не разбираетесь в себе, не знаете своих убеждений, стремлений, вы даже можете разучиться молиться. Очень часто такие люди сбиваются с пути и попадают в сети врага. Нужно научиться себя слушать, научиться разбираться в своих потребностях, желаниях. Нужно быть мудрым. Нужно возводить оборонительную стену, которая не позволит врагу проникать в вашу жизнь, и это чрезвычайно важно. Послушайте, что я скажу. Избыток безостановочных действий приводит к духовному отупению и отступлению. Я повторю. Избыток безостановочных действий приводит к духовному отупению и отступлению. Вы должны найти свою точку покоя. Вы можете возразить, сказав, что в вашей ситуации это невозможно, что ваш дом полон детей, домочадцев, а жизнь полна событий. Я вам дам совет. Пойдите в туалет или в ванную комнату, закройте дверь, и пусть все думают, что вы используете это помещение по назначению. Но если это ваш единственный шанс побыть в Божьем присутствии, воспользуйтесь им, чтобы успокоиться. Заприте дверь. Никому не нужно знать, что вы там делаете на самом деле. Пусть это время станет точкой вашего покоя. Найдите возможность, чтобы побыть наедине с самим собой. Во время обеденного перерыва, по дороге на работу, с работы, вставайте раньше других членов семьи. Просыпайтесь первым. Мы с Денисом так и делаем. Мы встаем раньше других. Мы так планируем свое время, чтобы у каждого из нас были моменты тишины, чтобы прислушаться к своему сердцу, к духу, еще до того, как повседневные заботы захватят нас. Таким образом, мы избегаем притупления чувствительности нашего духа, стоим на страже своей жизни и не допускаем в нее дьявола. В Псалме 45.11 Библия повелевает «Остановитесь и познайте, что я Бог». Беспокойная жизнь — очень большая ошибка. Бог велит нам уметь находить покой, потому что Он необходим для нашей души. Каждый день, каждый день проводите время в тишине. Это поможет вам бодрствовать, что в свою очередь позволит защитить разум и эмоции от нападок дьявола. Это очень важно. Правило номер четыре. Готовы? Узнать четвертое правило. Итак, правило первое. Каждое утро проводите время с Богом. Второе. Каждый день проводите время, насыщая свой дух из разных источников. Третье правило. Каждый день проводите время в тишине. Как видите, все это — практические советы. Следование этим правилам не отнимет у вас много времени. Четвертое правило. Самое простое. Каждый день проводите время с теми, кто укрепляет вас. Каждый день проводите время с теми, кто укрепляет вас, кто положительно влияет на вас. Кто может вас поддержать? Вы проводите время с такими людьми? Или вы чувствуете, что те, с кем вы общаетесь, лишают вас сил? Вы должны проводить время с теми, кто поддерживает. Делится с вами. Общаясь с ними, вы ощутите прилив сил, почувствуете, как укрепляется ваша вера. В послании евреям 10.25 написано, «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычаи, но будем увещевать друг друга». Лично я очень нуждаюсь в товарищах по вере, в верующих, которые придают мне сил. Но помимо товарищей, мне нужны сильные, благочестивые братья. И они есть у меня. Эти братья – хорошая поддержка для меня. Мы общаемся каждый день. Как мы это делаем? По телефону, по скайпу. Обмениваемся сообщениями. Мне не обязательно ежедневно встречаться с ними. Я общаюсь с ними разными способами. Это не занимает много времени. Обычно несколько минут или даже секунд в день. Но так или иначе, мы постоянно связываемся и поддерживаем друг друга. И если я не выхожу на связь, они тут же выясняют, почему, что со мной происходит. Это замечательный вид взаимной ответственности. В моей жизни есть люди, которые могут дать мудрый совет. Которые проверяют, все ли у меня в порядке. Кроме того, они помогают мне сохранять ясную голову. Если мой разум подвергается атаке, если по моим эмоциям наносится удар, я прошу их помочь. Мне нужно знать, правильно ли я думаю. И поскольку они знают, что я прислушиваюсь к их словам, они служат для меня своего рода страховкой от ошибок. Они могут сказать, Рик, это неправильно. А вот это правильно. Рик, ты на правильном пути. А вот сейчас ты уверен, что это не отвлекающий маневр, Рик? Они — большое благословение для меня и прекрасная поддержка. И когда в вашей жизни звучат сильные голоса, которым вы доверяете, это помогает построить оборонительную стену. Когда вы идете плечом к плечу с боевыми товарищами, вы становитесь подобными укрепленной стене. Врагу трудно добраться до вас, потому что у вас есть товарищи, они вам нужны. Продолжим. Псалом 53,6. Давид восклицает. «Вот, Бог — помощник мой». Мы часто слышим «Бог — помощник мой». Но послушайте продолжение этого стиха. «Господь подкрепляет душу мою». В традиционном переводе на английский — «Господь с теми, кто подкрепляет душу мою». Смотрите. В другом переводе. «Господь с теми, кто подкрепляет мою душу». Давид говорит, «Бог мой — помощник, а как Он помогает мне с помощью тех, кем Он окружает меня». Нам нужны люди, которые подкрепляют нас. Мы должны общаться с ними. Мне нужны братья, которые поддержат, и они у меня есть. И для меня это важно. Я принял решение развивать отношения с людьми, которые меня укрепляют. И вам нужны такие же отношения. Возможно, вам следует иметь такого рода отношения с мужем или женой. Слова «Денис» придают мне силы. Она замечательная поддержка для меня. Ее голос имеет большой вес. Она первый человек, который подкрепляет мою душу. Однако, мужчинам нужны мужчины, братья, женщинам, сестры. Поэтому я призываю вас развивать отношения с людьми, слова которых несут жизнь. Это крайне важно. Еще раз напомню, что нет необходимости ежедневно, лично встречаться с каждым человеком из своего круга общения. Это нереально. Я даю вам практические советы, которые выполнимы. Вы можете написать другу, сказать «Доброе утро». Он увидит сообщение и поймет, что у вас все в порядке. В противном случае он будет переживать. Например, вчера мне позвонил один брат, который постоянно меня поддерживает, и он сказал «Рик, вот уже два дня я не получал от тебя вестей». Это необычно. Ты всегда мне сообщаешь «У тебя все в порядке». Как прекрасно, когда есть тот, кто обязательно проверит, все ли у меня хорошо, кто любит меня настолько, что заботится о моей душе. Такие отношения важны для строительства оборонительной стены, чтобы сдерживать нападки дьявола. Быть может, у вас нет такого человека. Молитесь, чтобы Бог дал вам такие отношения. Если вы не знаете никого, к кому можно обратиться, кто подкрепил бы вашу душу, свяжитесь с нами. Мы помолимся за вас. Мы встанем рядом с вами и поможем начать возводить защитную стену. Итак, мы рассмотрели четыре полезных правила, которым вы можете следовать. Но есть еще три, и о них мы поговорим в следующих передачах. Но давайте вспомним первые четыре. Первое. Каждое утро проводите время с Богом. Второе. Каждый день проводите время, насыщая свой дух, питая свой дух из разных источников. Третье правило. Каждый день проводите время в тишине. Какое это время в тишине? Это очень важно. Не нужно недооценивать этот совет. Это поможет вам сохранить духовную чувствительность и бдительность. Четвертое. Каждый день проводите время с теми, кто вас укрепляет. Вам это действительно нужно. Это важное правило. Библия ясно говорит в 1 Петра 5,9. Противостоите ему твердую верою. Если мы хотим противостоять дьяволу, мы должны делать это с мудростью. Слово «противостоять», как мы уже разбирали, означает «оказывать организованное сопротивление». Не дожидаться атаки, а потом решать, что делать. Давайте строить свою жизнь так, чтобы шаг за шагом возводить оборонительную стену, достаточно крепкую, чтобы дьявол не смог ее преодолеть. Даже если он попытается, чтобы у него не получилось. И это очень важно. И в следующей передаче мы рассмотрим остальные правила. И это будет благословением для вас. Я скоро вернусь, чтобы помолиться за вас. Вы чувствуете, что находитесь под атакой. В ваших отношениях, финансах, здоровье. Библия говорит, что дьявол приходит украсть, убить и погубить. Но Иисус пришел, чтобы мы имели жизнь и имели с избытком. Не позвольте дьяволу проникнуть в вашу жизнь, и вы сможете одержать победу в каждой сфере. Из этой серии аудиопрограмм Рика Реннера на тему «Как не впустить дьявола в свою жизнь» вы узнаете, что ваша жизнь находится под постоянными атаками врага. Эта серия программ доступна в аудиоформате на нашем сайте ignc.org. Не пропустите это специальное предложение и скачайте бесплатно на ignc.org. Меня зовут Джол Реннер, и я хочу выразить благодарность всем нашим дорогим партнерам. Ваша поддержка помогает нам заботиться о людях, от которых общество отвернулось. Оказание помощи больным, прикованным к постели, бездомным, сиротам, инвалидам, детям, живущим на улице и заключенным — это одно из основных направлений нашего служения. Прежде всего, мы говорим им о том, что Иисус любит их, и дарим им Евангелие. А еще мы обеспечиваем их основные потребности, и они видят, что Бог на самом деле заботится о них. И все это не было бы возможным без вашей поддержки. Друзья, еще так много людей нуждаются в вашей помощи. Мы предлагаем вам стать нашим партнером уже сегодня. Ваши даяния могут изменить жизни людей. Нам необходима ваша поддержка. Когда вы жертвуете, это дает нам возможность нести Евангелие не только нашему ближайшему окружению, но даже до краев земли. Каждый из нас вносит свой вклад в эту работу, и прямо сейчас вы можете стать нашим партнером и поддержать наше служение финансово. Ведь помогая нам, вы помогаете другим. Я получаю большое удовольствие, рассказывая вам об этих важных шагах, которые помогают построить оборонительную стену, чтобы дьявол не мог добраться до вашего разума, до ваших эмоций, до любых сфер вашей жизни. Библейский стих, который мы изучаем, 1 Петра 5, 9. Послушайте еще раз, что написано. «Противостойте ему твердую верою». Мы узнали, что слово «противостоять» греческое слово «антистами» означает сопротивляться, организованно выступать против чего-либо, следовать стратегии сопротивления, оказывать организованное и спланированное сопротивление. Слово «твердое» — греческое слово «стереос» — означает поддерживать, укреплять, усиливать что-то. И еще раз прочитаю этот стих в своем расширенном толковании. «Воспользуйтесь особой стратегией, чтобы противостать врагу, будьте готовы оказать сопротивление его возможным нападкам. Планируйте свое противостояние. Вы должны сделать все возможное, чтобы укрепиться и утвердиться в вере». Есть практические шаги, которые помогают построить оборонительную стену, укрепиться и утвердиться в вере, чтобы враг не смог получить доступ к вашей жизни. Обо всем этом говорится в моем цикле аудиопроповедей «Как не впустить дьявола в свою жизнь». Он составлен на основании этих программ, и к нему прилагается замечательное пособие. Скачайте бесплатно. Для вас это будет полезно. Можете изучать в группе. Вы получите и узнаете много полезного из этого учения. Давайте помолимся. Отец, во имя Иисуса Христа, я молюсь о том, чтобы ты помог моему другу следовать советам, которыми я поделился сегодня. Если у него нет друзей, которые могли бы подкрепить его душу, я молюсь, Господь, чтобы ты привел таких людей в его жизнь и укрепил его во имя Иисуса. Аминь. Спасибо, что провели со мной время. Жду следующей встречи с вами. И помните о том, что говорится в книге Клисиаста 8.4, где слово «Царя» там власть. И пусть сила Божьего Слова действует в вашей жизни сегодня. Увидимся в следующей программе. Спасибо, что были сегодня с нами. Чтобы получить дополнительную информацию о служении Рика Реннера и материалах служения, посетите сайт ignc.org или свяжитесь с нами в социальных сетях.